Девчонки, всем привет! Сегодня решила снять видео, в котором поделюсь своими бюджетными обновками в косметичке. И здесь вы видите средства, которые предназначены не только для ухода за лицом, но также и для тела. И их всех я присмотрела, когда была еще в Киеве летом, с тем, чтобы протестировать их, когда вернусь в сентябре в Эмираты. Итак, поехали! Начну со средства, которое у меня вызвало немножечко двойственное ощущение. Это мезопилингска от Биэлиты. Если честно, я не люблю продукты, которые необходимо наносить на сухую кожу лица. Я не совсем понимаю, как это прийти, знаете, после улицы, где у тебя там какая-то грязь, пыль, и потом на сухую кожу лица наносить какое-то средство, и потом уже смывать водой. Но решила попробовать и сказать, что я увидела какой-то вау-эффект. Нет, девочки, в принципе, она неплохо, эта скатка, да, очистила лицо. Но сказать, что был какой-то вау-эффект, нет. И через какое-то время я решила воспользоваться этой скаткой, когда мыл из душа на зону шеи и декольте, и поняла, что она действительно очень хорошо работает. Кожа стала более гладкой, более ровного тона, что ли. То есть, эта мезопилингска действительно работает. Все, конечно же, зависит от того, в каком состоянии находится ваша кожа, и лица, и шеи, и декольте. Вот, я поняла, что мне за зоной шеи и декольте нужно ухаживать более тщательно. Вот, но в принципе, эта мезопилингска действительно работает. Можете к ней присмотреться. Очень бюджетное средство, но достаточно неплохое. Также из Биолиты решила себе взять сыворотку. Для лица интенсивное омоложение, но вообще здесь низкомолекулярная гиалуроновая кислота. В составе, то есть, она хорошо должна увлажнять кожу. И могу сказать, что действительно, сывороточка очень хорошо увлажняет кожу. Здесь указан возраст 40+, если вас это смущает, можете не приобретать. Меня это в 30 лет вообще никак не смущает, поэтому я пользуюсь, очень довольна. Наносила на эту сыворотку тональный крем. С тоналкой все было в порядке, нигде, никуда ничего не текло. Так что сыворотка очень классная. Также, когда летом была в Киеве, решила присмотреть себе какие-то средства, которые хорошо бы запускали обменные процессы в коже, и присмотрела себе в Витексе средства с голубым ретинолом. Вообще, средства с ретинолом я стараюсь использовать очень аккуратно, чтобы не напороться на пигментные пятна, но решила себя немножечко побаловать зимой в Дубае и взяла. Сейчас вам буду рассказывать о маске Сон от Витекса. Она не смываемая, девочки. После того, как вечером вы закончили свой вечерний ритуал, и хотите наносить какой-то крем, наносите вот эту вот маску Сон и ложитесь спать. Она очень хорошо увлажняет кожу. Утром кожа отдохнувшая, увлажненная, никакого жирного блеска, там, я не знаю, или каких-то проблем у меня не было. В общем, этой маской я очень довольна. И, кстати говоря, у меня была тоже ночная маска от Lancome. Она мне нравилась немножко больше. Возможно, из-за аромата или из-за более плотной, что ли, скажем так, консистенции. Но с учетом того, сколько стоит Lancome и сколько стоит Vitex, конечно же, стоит попробовать сначала Vitex, потому что, в целом, неплохая маска за ее копеечные просто деньги очень хорошо работает. Из-за этой же серии также себе взяла сыворотку. Вот. Что мне понравилось в этой сыворотке, так это то, что она с удобной помпой. Хотя помпа не такая экономичная, скажем так, выпрыскивает немало продукта. В моем случае этой капли, скажем так, хватает для того, чтобы нанести на все лицо. Очень быстро напитывается, девочки. Никакой пленки не остается на лице. Единственное, вот эту сыворотку я не тестировала с тональю крема, поэтому не могу вам сказать, как себя будет вести тоналка на этой сыворотке. Вот. Но сыворотка очень хорошо увлажняет кожу. Еще до того, как я родила, я ее использовала просто одну, после того, как приходила с ребенком с прогулки в обеденное время. Нанесла сыворотку и все, больше мне ничего не нужно было наносить. Вот. А уже когда родила, после этой сыворотки кожа стала более сухой, наношу крем из этой же серии. И крем, девочки, просто бомбезный. Он очень хорошо впитывается в кожу. Он невесомый. Но настолько они вместе хорошо увлажняют кожу, что больше мне ничего и не нужно наносить. То есть, вот эту вот сыворотку с этим кремом нанес и забыл. И, кстати, этот крем предназначен также для зоны вокруг глаз. Так что, если вдруг для кого-то это имеет значение, можете присмотреться. Крем предназначен для увлажнения 24 часа в сутки. Действительно очень хорошо увлажняет, питает кожу. Прям вот этим вот продуктом я могу смело поставить твердую пятерку. Vitex с голубым ретинолом, девочки, присмотритесь. Очень хорошая косметика. Действительно классная и рабочая в том числе. Теперь пойдем к масочкам. И покажу вам те две маски, которые мне очень-очень понравились. Переобрела их в большом количестве себе сюда в Мираты. Потому что использовала еще в Киеве летом. И мне они очень понравились, действительно. Это торговая марка Zaya. Здесь одна маска с какао маслом, а другая с зеленой длиной. Поговорим сейчас сначала о маске с шоколадом. Потому что она очень вкусно пахнет, девочки. И она замечательно работает. Она очень классно увлажняет кожу. И, кстати, эта масочка предназначена для сухой нормальной кожи. Если вдруг у вас жирная кожа, может быть, вам в меньшей степени она понравится. Но зимой почему бы и не попробовать. Так что рекомендую. Очень хорошо увлажняет кожу. Она очень ароматная. Хочется ее попробовать на язык, но нельзя. И никаких нареканий нет. Можете почитать, кстати, по поводу нее отзывы на мейкапе. Там очень много хваленых отзывов. Действительно маска стоящая. И вот такая вот масочка тоже увлажняющая. С зеленой длиной. Она, кроме всего прочего, также будет вам и очищать кожу. Тоже очень хорошо работает. Кожа после этой маски увлажненная. Такая более сияющая, что ли, выравнивается тон. Мне она очень тоже понравилась. И она также предназначена для сухой нормальной кожи. Но, опять-таки, девочки, если у вас жирная кожа или комбинированная, я думаю, что вам тоже эта маска должна понравиться. Потому что действительно очень хорошо работает. Перейдем теперь к маске, которая мне понравилась на не просто тройку. Я бы сказала, она мне вообще не понравилась. Речь пойдет сейчас о маске Гарниер. Она предназначена для распаривания и очищения. Девочки, ну что могу вам сказать? Вы видите, что у меня использован только один пакетик из двух. И второй, честно говоря, даже не знаю, буду ли я ее использовать или нет. Потому что она мне совершенно не понравилась. Я, честно, использовала все содержимое одного пакетика на лицо. Никакого распаривающего эффекта не было. Может быть, она, конечно, что-то там и почистила, но не настолько, как, допустим, видно после масок Зай. Так что повторять ее не буду. Если вдруг вам нравится, хорошо пользуйтесь. Но я, к сожалению, не могу вам ее рекомендовать, потому что она не делает ничего. Просто ходишь с голубовато-зеленой массой на лице, и потом, в принципе, никакого эффекта не видишь. Теперь, наверное, перейдем к другим маскам, которые у меня тоже вызвали немножечко такие странные ощущения. Это гарниер ихней гидробомбы. У меня они на английском языке, потому что покупала я их здесь, в Эмиратах. И начну, наверное, с гидробомбы для тусклой кожи. Она такая розовенькая. Здесь нарисованы цветочки, наверное, сакуры. Может, я могу ошибаться. Ну, в общем, что могу сказать про эту масочку? Она тканевая, как и все эти. Вы прикладываете. Она достаточно хорошо смочена в этой маске, в этом растворчике. Наносите. Выглядит эта маска вот таким образом, девочки. Такая белая. Видите, у меня она уже высохла. Но я решила ее сохранить, чтобы вам показать. В общем, прорези для гладиц не такие уж большие. Для губ так вообще. Поэтому, если вдруг кому-то не нравится ощущение потом маски на губах, имейте в виду, что оно может быть. Вот. Что могу сказать про вот эту масочку? Ну, она неплохо, в принципе, увлажняет. Да. Вот. Но сказать, что она творит какие-то чудеса, нет. И, кроме всего прочего, абсолютно после всех этих масок у меня оставалась пленка на лице. Поэтому вот эту маску я не могу, к сожалению, рекомендовать. Никакого сияния она там не добавляет для лица. Вот. Просто как бюджетное средство нанести на лицо, чтобы его как-то немножечко оживить. Ну, возможно, но я не ощутила никакого классного результата. Да. Теперь покажу вам маску для сухой кожи. Она такая голубенькая, нарисован здесь гранат. Что я могу сказать? Маска на твердую даже не четверку, тройку с плюсом. Даже так, наверное, да? Потому что она вроде бы как и увлажняет, но, опять-таки, не настолько классно. В общем, я не знаю, эту маску больше не куплю. Никакого суперэффекта я не ощутила. И, кстати, вот эта вот масочка, она немножечко другого формата. Видите, она такая голубая, здесь пористая структура этой тканюшки. Чем больше мне понравилась масочка вот эта вот для нормальной и комбинированной кожи. Она, видите, такая зелененькая, с листиками. Что могу сказать о ней? В принципе, она неплохо увлажнила лицо. Но вот после этой маски у меня ощущения лица были немножечко повеселее, скажем так, чем после предыдущих двух. Но за счет того, что какого-то классного эффекта я все равно не заметила, повторять ее не буду. Так, девчонки, я теперь с вами поделюсь той маской, которая для меня сейчас является просто мастхэвом. И я постоянно ее пользуюсь. Речь пойдет о маске от Ирен Букур. Честно говоря, я не являюсь поклонником данной торговой марки. Вот, мне эту маску подарила подруга и сказала, что это прям вау-вау-вау маска. И, честно говоря, она у меня простояла, наверное, месяца четыре. А потом, когда меня обсыпало во время первого триместра беременности, я решила ее воспользоваться. И она мне очень понравилась. Она очень хорошо очищает кожу, подсушиваются прыщики. Если у вас нет проблем с прыщами, то вы можете ее пользоваться просто для того, чтобы взбодрить лицо. Потому что она действительно немножечко осветляет лицо. Кожа становится отдохнувшей, более подтянутой, что ли. Так что вот эта вот маска прям действительно сто процентов работает. И она не такая дорогая, так что можете к ней присмотреться. Потому что я к ней возвращаюсь еще и еще для того, чтобы просто экспресс-вариантом взбодрить свое лицо. И теперь поговорим с вами о тех средствах, которые вам, наверное, совсем сейчас не актуальны. Потому что за окном у вас зима. У нас солнце светит. В феврале уже можно будет ходить в шортиках. С учетом того, что я хочу побыстрее вернуться в свою добеременную форму. Я сейчас активно пользуюсь кремами для фигуры. Скажем так, и покажу вам то средство, которое мне понравилось. Это от торговой марки Salon Spa Collection. Крем от растяжек и для похудения. Работает ли он от растяжек? Пока еще сложно сказать. У меня появились несколько растяжек на животе во время второй беременности. Пока прошло после родов 2 недели, и я не могу заметить сильно большого результата от этого крема. Но он очень хорошо впитывается, девочки. Очень хорошо увлажненная кожа после него. И наносится он очень легко. Так что кремчик очень хороший. С учетом того, что он достаточно бюджетный, то почему бы и нет. И после того, как вы наносите это средство, немножечко потом поблескивает кожа. Если вам это интересно, или вы, допустим, любите эффект от кремов, то можете к нему присмотреться. Потому что кремчик достаточно неплохой. То средство, которое мне очень-очень понравилось, это от Vitexa целебная банька, антицеллюлитный крем. Он очень экономный, девочки. Я стала им пользоваться буквально после того, как родила. И буквально необходимо небольшое количество крема для того, чтобы нанести на проблемные участки ягодицы и бедра. В общем, он очень хорошо распределяется по телу. И после него действительно кожа становится более упругой. И целлюлит, он не то чтобы прям сразу проходит, но действительно кожа более подтянутая. Если я еще начну конкретно заниматься спортом после родов, то я думаю, что эффект будет действительно более заметный. А так крем очень хороший. Никакой липкости потом, ничего такого нет. Это очень приятная на ощупь кожа, ягодиц и бедер. Так что, девчонки, тоже можете присмотреться и к этому крему. А когда еще весной я решила привести свое тело в порядок перед летним сезоном, когда еще не знала, что в положении, я зашла в аптеку и решила приобрести вот эти вот средства от LOREN. Во всяком случае, мне порекомендовала их фармацевт, причем порекомендовала использовать именно вместе. Здесь гель для тела с подтягивающим эффектом и мезосыворотка для тоже тела и идет она с антицеллюлитным эффектом. В общем, девочки, вместе вот эти два продукта очень хорошо работают. Я мезосывороткой немножечко больше пользовалась, чем этим гелем. Но вместе, в совокупности, они очень хорошо подтягивают кожу. Целлюлит действительно становится менее заметным, так что эти средства вместе работают. А с учетом того, что они очень-очень бюджетные, то можете попробовать, поиграться. Почему бы и нет? Потому что калистар – это тоже работающее средство, но все зависит от степени запущенности целлюлита. А если у вас все еще только начинается, или вы видите, что просто нужно как-то в течение сезона поддерживать свою кожу в хорошем состоянии, то вот эти вот средства я могу очень-очень рекомендовать, потому что действительно они себя показали, во всяком случае, на мне очень-очень хорошо. И последнее средство, которое я вам сейчас покажу, это у торговой марки Vitexa, средство для удаления кутикулы. Еще почти 5 лет назад, когда первого раз стала мамой, я решила отказаться от обрезного маникюра в сторону необрезного, но пока еще у меня как-то не получалось, и уже когда второй раз стала мамой, я решила, что точно перейду к необрезному маникюру. Это средство очень хорошо увлажняет кутикулу. Когда ее отодвигаешь, она действительно становится более ухоженной, что ли, и не нужно действительно ее так часто обрезать, хотя я все равно еще в некоторых местах почищаю, но вот уже почти месяц я пользуюсь этим слизом постоянно, и действительно ногти стали более ухоженными. Как-нибудь потом сниму видео по поводу ухода за ногтями, но вот это вот это мне очень нравится, и поскольку оно тоже бюджетное, решила вам его показать. Может быть, кто-то тоже хочет перейти от обрезного маникюра к необрезному, поэтому вот это вот средство имеет место быть, оно очень хорошее. Показала вам, наверное, все, что сегодня я вам хотела показать и рассказать. Я надеюсь, что это видео вам будет полезным для использования в повседневной, скажем так, жизни, и для ухода со своим телом и лицом. Спасибо вам за внимание, красоты вам, здоровья. Всем спасибо и пока!